Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Телепроект опять в очередной раз покинул Валера Блеменкранс. Об этом рассказала сама Тата Абрамсун. Татьяна Владимировна скучает по полноценному общению с фанатами. Как мне хочется быть с вами. Без вас теперь я не представляю, как быть. Вы мне нужны. Я среди вас нашла много друзей. Я с вами буду всегда. Будем гулять по Москве. Я буду показывать вам, как живут москвичи. На свободе много всего интересного. У Влада Кадони было день рождения. Он отметил его очень скромно, только лишь со своей девушкой. Владу исполнилось 30 лет. Спасибо всем за слова поздравлений. Я не праздную, но романтический вечер быть обязан. Ольга Жемчугова очень довольна результатом увеличения и подтяжки груди. Кто там писал, что тетюли у меня кривые? Я безумно довольна результатом. Самое главное – естественно и в меру. Андрей Чуев рассуждает в своем микроблоге о самом главном в жизни. Все ценности в жизни определяются нашим сознанием. Посмотрите в свои соцсети, и вы сами увидите, какие картинки рисует ваше подсознание и что есть ваши ценности. Я по-прежнему убежден, что это семья, друзья, любовь и дети. Пока Богдан Бобрик и Надя Соколовская проводят кастинг в Саранске и участвуют в откровенных фотосессиях, Настя Волынец проводит время с бывшим мужем, с отцом своей дочери. Неожиданная встреча – подписала эту фотографию Настя. Входят слухи о том, что ее бывший может появиться на телепроекте. Илья Ябаров веселит подписчикам своего блога очередным развлекательным музыкальным роликом – песни и пляски возле изолятора. Видимо, Ябаров хочет расположить к себе зрителей, которые его не очень любят, либо оправдать свое пребывание на проекте. Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Кирилюк жестко высказалась в интервью о новой книге Оли Бузовой «Цена счастья». Она заявила, что Ольга Бузова не может называться писательницей. Кирилюк сказала, «Писатель – это тот человек, который что-то придумывает, фантазирует. А Бузова что сделала? Типа книга имени меня? Прочтите меня и посмотрите, какая я крутая. Честно говоря, мне кажется, это себя не уважать – покупать такую книжку». Бывший участник телепроекта Александр Моисеев женится. «Вот и лето прошло, вот и мое время пришло побеждать. Всем хорошего настроения и будьте счастливы». Вова Гаути шокировал поклонников в своем микроблоге. Он опубликовал снимок, на котором стоит около дорогого автомобиля, но на нем надета старая футболка, семейные трусы и носки под тапочки. «Модный парень», – комментирует поклонники. Оля Бузова попросила своих фанатов перестать издеваться над ее внешностью. Она сказала в видеообращении, «В последнее время в интернете стали появляться жуткие мои фотографии с ужасным фотошопом. На них у меня какие-то проблемы на лице. Я не понимаю, для чего эти люди занимаются ерундой. Я, конечно, не идеальная красавица, но проблем с лицом у меня никаких нет. Это грех так издеваться над человеком. Я, как и любая девушка, использую фильтры для того, чтобы фотографии были более красочными. Но вроде я и без них ничего такая». Преданные фанаты поспешили поддержать свою любимицу. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.